Наш поселок, город-спутник Побужского фероникелевого завода, возник и вырос на одном из прибугских косогоров в районе среднего течения Южного Буга среди бескрайних степных просторов Украины. Прологом к принятию решения о строительстве завода стали результаты кропотливой многолетней работы первопроходцев-геологов по исследованию открытых ранее месторождений слабокисленных никелевых руд и определения их промышленных запасов. Многие рабочие геологических партий экспедиций стали впоследствии жителями поселка. Среди них ветеран геолога-разведки, строительства завода и металлургического производства Хрущ Анатолий Федорович, награжденный почетными грамотами Министерства геологии СССР. Младший геолог Лешневатской экспедиции, старший буровой мастер, участник Великой Отечественной войны Слеза. Заслуженный геолог, кавалер орденов труда Красного знамени и знак почета Заяц Иван Борисович. Сменный мастер буровых работ, ветеран Великой Отечественной войны, ныне здравствующий и проживающий в поселке Вифтюк Иван Гаврилович и другие. Для строительства завода с рудной базой и поселка со всей инфраструктурой в феврале 1959 году было создано строительное управление номер 6. Площадка будущей новостройки представляла собой пахотное поле сельхозугодий села Капитанка. Единственным путем сообщения, проходящим неподалеку от строительной площадки, была грунтовая дорога Первомайск-Умань, проложенная еще нашими предками. Ранней весной 1959 года в город Первомайск начали прибывать механизированные отряды и дорожные бригады, поступать дорожно-строительная техника Александрийского спецуправления механизированных работ «Автотранспорт». Было начато строительство автодороги с улучшенным покрытием на участке Первомайск-Капитанка. Руководил работами прораб-дорожник Жерновой. Марк Шейдером по разбивке и профилированию трассы работала Титова. Первые бригады дорожных рабочих возглавляли Кобзева и Галиченко. Одновременно трест Одесса-Трансстрой начал строить железнодорожный тупик для приема грузов на станции Подгородняя и участок железнодорожной ветки в направлении села Капитанка, а также железнодорожный мост через реку Синюха. Руководил этими работами прораб Малахов. На площадку будущего строительства прибыл заместитель начальника управления по материально-техническому снабжению Коробка Иван Иванович. Он и стал первым представителем треста на стройке. Именно с ним решались все вопросы и организационные, и кадровые, и вопросы материально-технического обеспечения и прочие. Начался прием рабочих в СУ-6. На строительство прибывали в командировку строители и специалисты из города Александрии. По мере набора работников комплектовались первые бригады – транспортных рабочих, плотников-бетонщиков, каменщиков. Был создан первый строительный участок, который возглавил прораб Чайковский. Первым мастером на стройке стал Плешивый. Строительство жилого фонда поселка началось с первых двух домиков на углу нынешних улиц Строительное и Театральное. 28 марта 1959 года были забиты первые колышки при разметке их фундаментов. Началось обустройство временной производственной базы. Строились склады, прорабская, была установлена первая растворомешалка, заложен фундамент под дизель-генератор, установлена пилорама. По мере комплектования строительных бригад стали интенсивно застраиваться будущие улицы – Строительное, Садовое, Первомайское. Зримо ощущались контуры кварталов будущего поселка. Уже летом 1959 года дома по улице Строительной приняли первых новоселов. Это были общежития для одиноких и квартиры для семейных. К концу года уже было построено 12 домиков. Численность работающих на стройке постоянно росла. В группами прибывали выпускники профтехучилищ. Шла на стройку сельская молодежь, демобилизованные из рядов армии. Прибывали на стройку по оргнабору семейные пары. Увеличивалась численность бригад и звеньев, росло число осваиваемых объектов. Уже в следующем году был заложен фундамент школы, строилось общежитие, здание конторы, столовой по улице Садовой. Сохранился вот этот довольно любопытный снимок тех лет. 50 лет снимок хранил тайну, кто же из строителей тогда попал в объектив фотоаппарата. И лишь недавно один из ветеранов стройки, увидев снимок в музейной комнате, узнал себя и своих товарищей. Это члены комсомольской молодежной бригады тех далеких лет. Кучмагра Василий, Дорош Николай и Тертычный Николай. Они, молодые строители, тогда еще не знали, каким будет строящийся поселок. Они еще не знали, придется ли им или их детям жить в нем. Но они мечтали о нем и строили его. Уже первые годы на стройке были известны передовые бригады и их бригадиры. Это были бригады каменщиков Кузьменко, Катусенко, Кравчука, Терпищева, Жавноватюка, плотников-бетонщиков Москаленко, Бондаренко, транспортных рабочих Белого, грузчиков Клименко, штукатуров Сумовского, Бриндули, Гощук Марии, Бойко Марии, малеров-отделочников Гриневой Галины, арматурщиков Сулимы, столеров-стекольщиков Бондарука, монтажников Давиденко и многих других. В 1961 году стройку возглавил опытный строитель, энергичный руководитель Лукашев Павел Парфентьевич, прибывший вместе с командой опытных производственников и группой молодых специалистов. Они возглавили отдельные участки, службы и объекты строительства. Строительство сразу приобрело системный, комплексный характер, направленный на конечный результат. Простой перечень объектов, построенных в те годы, говорит о темпах строительства. Были построены школа на 920 учащихся, больница, баня, столовая, три общежития, поселковая котельная, два детских сада. Начато строительство хлебозавода, дома культуры, многоэтажных домов. Активно проводилось озеленение поселка. Заработал энергопоезд. Вели эксплуатацию водозабор, водовод и канализационные сети. В поселок пришла артезианская вода, небывалая в этих местах благо цивилизации. С присущими ему настойчивостью и упорством Лукашеву удалось решить главную задачу подготовительного периода. Создать мощную, современную на тот период строительную производственную базу. Построить жилье с необходимой инфраструктурой для строителей и в будущем жителей поселка. Задействовать весь комплекс коммуникаций, жизнеобеспечения. Поселок зримо приобретал черты населенного пункта городского типа с присущими ему атрибутами. В этот же период активно велись строительные работы в квартале индивидуальной застройки поселка. Пожелавшие иметь частное жилье, возводили дома. Сегодня частный сектор – один из лучших кварталов поселка по благоустройству, ухоженности и чистоте двориков, улиц и переулков. В 1961 году на карте Украины появился новый населенный пункт. В ноябре вышел указ Президиума Верховного Совета УССР об образовании поселка городского типа Побухское. Наш поселок состоялся. А уже 3 декабря прошли выборы в поселковый совет. Их депутатов первого созыва было 17 человек. Первым председателем поселкового совета стала Бирюкова Нина Кирилловна. В 1962 году было закончено строительство железнодорожной ветки протяженностью 30 километров. Открылось движение автотранспорта по дороге с улучшенным дорожным покрытием со всем инженерным обустройством. Постоянным, надежным партнером строителей был коллектив Побухской автобазы номер 14. Начав свой трудовой путь в 1959 году со сформированной в городе Первомайской автоколонной, предприятие вскоре выросло в мощную транспортную организацию, автопарк которой насчитывал более 250 единиц техники с численностью персонала около 300 человек. Миллионы тонн строительных грузов доставлялись на объекты своевременно. Возглавляли коллектив автобазы в разное время Корецкий, Буц, Ченчик, Тесля, Гетьман, Бекалюк. Вместе со строителями на площадку будущего поселка прибыли работники торгового обслуживания и предприятий общественного питания. Начинали свою работу с ларьков, буфетов, торговых палаток, организовывали пункты питания рабочих в припособленных под столовое в первых домиках. Продукты, овощи и хлеб доставляли по бездорожью из города Первомайска. А уже в 1961 году был создан отдел рабочего снабжения. Первым его начальником стал Житков Иван Васильевич. В том же году была построена первая рабочая столовая по улице Садовая. Сейчас там находится Энергосбыт. В 1963 году ввели в эксплуатацию столовую на территории будущего завода, поселковую столовую номер один с магазином «Кулинария». По улице Ленина в двухэтажном здании начали работать два магазина – продовольственный и промтоварный, бывший магазин «Юбилейный». Со временем ОРС превратился в солидную организацию со своей базой, сетью магазинов, предприятий общепита, подсобным хозяйством и, главное, квалифицированными, грамотными кадрами. Численность работников ОРСа превышала 300 человек. В разные годы коллектив возглавляли «Запорожец», «Мещеряков», «Романюк», «Ваджипов», «Киселева», «Штуков». Во второй половине 60-х годов с выходом на полную мощность производственной базы строительства основные силы строителей начали переводиться на сооружение объектов завода. Завод строила вся страна, оборудование поступало из 12 республик Союза, стройка была объявлена ударной комсомольской, и 30 декабря 1972 года завод выдал первый отечественный ферроникель. Но и после пуска завода ни на один день не прекращало строительство жилья и объектов социальной сферы в поселке. Дирекция завода, Ленев, Бурочкин, руководство Минцветмета СССР заботились об улучшении жилищно-бытовых условий трудящихся. Поселок разрастался вширь и ввысь. Строились многоквартирные жилые дома исключительно повышенной этажности. Были построены гостиница, детский сад номер 4, комбинат бытового обслуживания. Постоянно расширялись сеть предприятий торговли и общественного питания, универмаг Побужанка, магазины Металлург, база Орса. Появились новые кварталы живых домов в районе улицы Советской армии. Полностью застроилась восточная сторона улицы Первомайская. Границы застройки расширились от улицы Театральная до улицы Пирогова. На северной окраине был построен рынок со специализированными магазинами и павильонами. Посажен парк и скверы, сооружены памятники. Все улицы и центральная площадь были заасфальтированы. Не все было гладко и безоблачно, были трудности и недостатки, но это были трудности роста, поступательного движения, трудности созидания. Поселок переживал свой золотой период. Решая свои повседневные будничные дела, поселок жил жизнью и заботами страны. В нем зарождались и утверждали свои добрые традиции и обычаи. Отмечались профессиональные праздники – День Металлурга, Строителя, Учителя, Медработника. Проводились праздничные демонстрации с народными гуляниями, голубые огоньки, комсомольские свадьбы, посвящение молодежи в рабочие, торжественные проводы юношей в армию, вручение паспортов, встречи с ветеранами, празднование Дня Победы, чествование долгожителей и многодетных семей. Проводились конкурсы команд веселых и находчивых. Работали клуб любителей книги и клуб интернациональной дружбы. Проводили соревнования санитарных дружин, спортивные соревнования между командами цехов завода, предприятий. Навстречу с трудящимися приглашались и были частыми гостями известные артисты кино и эстрады. За прошедшие 50 лет каждое предприятие, организация, заведение, расположенное на территории поселка, внесло свой вклад в его развитие и процветание. Об этом рассказывают нам экспонаты и документы заводского музея, комнаты боевой и трудовой славы общественного поселкового клуба «Ветеран». Повествуют страницы книг «Сплав металла и мужества» и «Жемчужина степного края. 50 лет истории», выпущенные к юбилеям комбината и поселка. С 1996 года по 2001 год поселку и его жителям пришлось пережить очень и очень трудное время. Полная остановка комбината. И как результат, жители остались без работы, без тепла, без средств к существованию. Об этом даже не хочется вспоминать. В то время поселок умирал. На средства комбината в поселке восстановлены внутридомовые и магистральные водопроводные и канализационные сети, уличное освещение, электрокабельные линии. На эти работы затрачено около миллиона гривен. Наконец-то наш поселок газифицирован. На его газификацию комбинатам выделено более 2 миллионов гривен. На дорожно-ремонтные работы около 3 миллионов гривен. Ежемесячно комбинат перечисляют по 30-35 тысяч на поддержание коммуникаций жизнеобеспечения поселка и его благоустройства. Наружное освещение поселка содержится также за счет средств комбината. Это короткий перечень тех добрых дел, которые выполняются комбинатом для его развития и благоустройства. Постепенно, но уверенно, приметы нового времени начинают менять облик и нашего поселка. Об этом красноречиво свидетельствуют поднявшиеся ввысь золотистые купола православного храма святого Николая Чудотворца, современная автозаправочная станция «Южный Бук» и супермаркет «Копилка», спортивный комплекс «Металлург», обновленная гостиница, строящийся жилой дом, переживший свое второе рождение дом культуры, уютное кафе, бары, магазины, возобновившие работу детские сады. Все это заслуга работников комбината, его генерального директора и жителей поселка. Хочется верить, что дождутся своего часа классы и кабиненты нашей школы, просторные палаты больницы, оказавшиеся сегодня на обочине движения к новой жизни, обновятся несколько обветшалые фасады жилых домов, перестанут протекать кровли, в которой своевременно будет ремонтироваться проезжая часть улицы и тротуары, в центральной площади гордостью украшения поселка исчезнет стихийный базар. У поселка есть и должно быть будущее. И может тем земля горда, что люди жить на ней умеют. Стареем мы, но города, но города все молодеют. В них по ночам горят огни, а по утрам стоит прохлада. Плывет земля, плывут они, и останавливать не надо во имя жизни и труда, и человеческого счастья построили мы города, и ничего, что годы мчатся.